Бажаю здоровья, шановне украинцы! Желаю здоровья, уважаемые украинцы и украинки! Прежде всего сегодня, благодарность каждому нашему воину и всем работающим в нашей оборонке за удары по российским аэродромам, нефтепереработке и логистике. Это наиболее эффективно, когда последствия российской войны возвращаются домой. В Россию. И когда на оккупированной территории нашего государства у врага нет ни одного спокойного места. Сегодня детали этих ударов мне доложил главком Сырский. Войны. Спасибо каждому, кто задействован. Кто продолжает совершенно откровенно говорить нашим партнерам, Украине нужно наносить удары, действительно дальнобойные удары по российскому оккупанту. Туда, где оккупант есть, туда, откуда Россия наносит удары по Украине, откуда запускает ракеты, шахеды, бомбы. Нам нужно это решение, чтобы мы могли действовать всем оружием, которое может быть эффективным. Мы должны защитить жизнь наших людей и завершить войну на украинских условиях. И каждый удар, точно отвечающий России на ее авиабомбы, уничтожающий российскую логистику и базы, осложняющий оккупанту пребывание на нашей земле, каждый такой удар приближает справедливое окончание войны. Справедливое для нас, для мира, для Украины и для всех, кто ценит жизнь. Благодарю каждого нашего воина в вооруженных силах, в разведке и в службе безопасности Украины, кто имеющимися у нас силами это обеспечивает и дает нам такие нужные дальнобойные результаты. Хочу сегодня также поблагодарить всех партнеров, которые продолжают справедливо оказывать давление на Россию за эту войну, и на тех лиц из других государств, которые помогают России воевать. Все санкции, все эти решения, каждое проявление давления на агрессора за эту войну должны работать и дальше и усиливаться так, чтобы российское государство не могло обходить санкции. Чем сложнее будет Москве поддерживать свое военное производство и обеспечивать армию, тем больше это будет реально принуждать Россию к миру. И пункты нашей формулы мира именно поэтому вполне возможно реализовать. Чем больше мировое сообщество будет оказывать давление на Россию, не поддерживать ее военную активность и реально стараться вернуть стабильность международным отношениям. Санкции этому способствуют, и настоящий мир будет. Будет, если не проявлять слабости и соблюдать курс справедливости. И еще одно сегодня. Наше государство сейчас проводит эвакуацию на Ближнем Востоке из опасных районов Ливана. Главное управление разведки, служба внешней разведки и МИД Украины организовали вывоз 30 наших граждан, женщин с детьми, которые сейчас в настоящее время уже в безопасности. И мы продолжим эту работу. Всегда, когда в мире есть необходимость помочь нашим людям и вернуть их домой, мы это делаем и сделаем. Спасибо всем, кто заботится об Украине и украинцах. Слава всем, кто сражается ради Украины. Слава Украине!